всем привет мои дорогие рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ну что поговорим мы с вами о канале алене и катюня все просто как же давно я не смотрела аленю и катюню знаете я прям слушайте столько пропустила и тут я в шурце увидела случайно в ленте она мне попалась что вроде как она там привела себя в порядок и думаю надо заглянуть на канал что там творится посмотреть что там происходит и что-нибудь да посмотреть потому что я понимаю что очень многие мои зрители ждут обзора на аленю и катюню и ну я уж решила знаете последний видеоролик их посмотреть распаковка и обзор покупок для николая тем более мне настолько стало интересно как так как так неужели алене купила катю не шмот неужели она его приодела оказывается она ему шмот дешманский купила совсем дешманские в дешевом магазине да еще и без примерки представляете я просто в шоке но больше в шоке я ребят от того что я увидела в самом начале я же ее давно не смотрела и как глянула я на нее ребят у нее под глазами просто такие огромные мешки они просто раздутые такие как будто я не знаю как будто вот знаете когда в офтальмологии делают укол под глаз и вводят приличное количество лекарства вот такие вот знаете надутые мешки какое-то время сохраняются пока лекарство не рассосется точно так же и у нее ну что это такое скажите неужели это от обжорства или она прибухивает или что что с ней произошло я понимаю что ну человек стареет но не совсем же старая она ребят но не совсем же что с ней происходит я понимаю что любительница она пожрать и вкусненького и жирненького и сладенького но все она ест понимаете вы дешевые которые вообще из такого состава что врагу не пожелаешь такой еды но она очень изменилась ребят она очень изменилась ужас это вот просто она похожа внешне на пьющую женщину на прям вот каждодневно пьющую если есть люди у которых мешки под глазами и они постоянно да одни и те же да и ты их видишь на протяжении достаточного количества времени ты понимаешь что это либо наследственные либо это последствия там какого-то заболевания либо последствия похудения тоже такое бывает да когда человек худеет и кожа морщиниться морщиниться у меня допустим мешки под глазами они не надутые они вот сморщенные постоянно по той причине что это у меня наследственные дядя бабушка сестра папа и вот у нас у всех по папиной линии у всех мешки под глазами они у меня были и с молодости и сейчас то есть я папиной бабушкина по этому плану в копия ну а здесь вот просто раздутый это какой-то ужас короче алю не чем решила нам показать шмотки которые она купила калюне и она распиналась там что его невозможно в магазин отвезти и вот все надо надо а калюне никак никак слушать ему что с ней просто не хочет нигде таскаться особенно по магазинам может ему реально молодому мужику стыдно с ней где-то ходить хотя глядя на него понимаешь что он такой знаете пещерный человек ему пофигу в чем ходить он наверное вот как мне кажется не думает что на себя напялись это алюне без конца бы покупала всякие наряды не имея на это абсолютно никакого вкуса ей лишь бы на себя напялись вот она стоит в этой кофте которую на себя дело она короткая пузо оттуда светится и она не понимает что она выглядит ужасно ну хоть и ты дома в этой кофте доходе без кофты без разницы ты же дома неважно в чем ты ходишь но если ты выходишь на публику ну оденься поприличней ну еще она сказала что она переодела эту кофточку по той причине что она там замазюкала платье и там красили окрашивали ее и вымазали платье как такое может быть алюне как это так ты пошла в салон да чтоб тебе навели причесон покрасили тебя и как мастер мог вымазать твое платье это уже проблемы мастера получается испортил мастер вещь нужно было закрывать значит как надо ли у тебя такой мастер точно такой же как ты массажистка хотя ты массажируешь еще как массажируешь ты сама себя спалила до на днюхи когда тебе желали пациентов клиентов классных и побольше их ножом и прически толком никакой не увидела что там ноготочки ноготочки на таких руках их вообще не должно толком быть они просто должны быть аккуратные и чистые потому что ну руки собственно алюнины и ноготочки это выглядит нелепо ну дальше она рассказала что зачем-то начала опять рассказывать про свою станицу про инфраструктуру о том что у них там есть и что она любит свою станицу неизвестно как вот зачем-то рассказывала что там где-то там чего-то нет а у них прям вот все есть прям все есть и какие магазины рассказала есть и что и поликлиника есть и социальная защита есть прям ну вот все есть я не знаю вот сидела лишь бы тараторись понимаете ну видно что одинокая баба не с кем поговорить включила камеру завелась и понесла всякую хинею ну короче дальше она рассказывает что калю не надо все на работу уже все там у него потрепалась а он же работает там и грузчиком и сборщиком мебели ну скорее грузчиком и вот он там на коленочках на коленочках да калюнька на коленочках алюня на боковой и только фонари растут под глазами да видимо наелась выспалась наелась выспалась ну и может быть и прибухивает я тут не знаю что и сказать но выглядит она ужасно ну и короче да показывает нам трипье то которое она купила сначала она распинается что это никакая не реклама вот показывают распаковки на валберис и показывают что купили алюнь ты чек не показала знаешь если бы ты показала чек может быть к тебе никто бы и не привязался по поводу этих шмоток а так тут можно и прикопаться ну показываешь ты да ну не показываешь ты магазин не знаю показывала нам магазин вообще или нет я вот последний видеоролик и и врубила для того чтобы посмотреть за что она там накупила она вроде как говорила что в магазине она не снимала но кто ее знает что она там с ним вообще-то вроде как она только красоту наводила крысо ту крысо тут не знаю где-то крысо то там три волосины в дворе да там никакую красоту не сделаешь сейчас опять будет ежедневно у нее надираться этот клок волос заливаться лаком и эти волосы будут опять у нее отваливаться вместе с этим лаком ужас короче ну что он показывает сколько она футболок каких-то купила коротких купила футболок как мне кажется они еще и по вытягиваются еще будут короче и будут шире но все же это она покупала не в брендовых магазинах когда она показывала носки ашу ржалась когда она сказала адидас меня такой смех взял долю прямо в адидас сгоняла купила калю не носки ну а труселя протрясла сказала нормальное явление ношу ну да ну что конечно все мы люди мы без трусов не ходим да люня но мы не трясем трусами на весь мир ну а до тебя не дойдет что должен быть какой-то этикет какие-то нормы поведения но ты хайпа хочешь поэтому ты потрясла калюниными труселями на весь мир потом свои показала с кружевами я как представила что она на этот глобус кружева натягивает мне ребят вообще плохо стало алюну точно у тебя мозгов нет я говорю как у улитки ну чест слова додуматься трясти трусами мужика молодого и еще своими при этом показывая на камеру как ты на самом деле выглядишь близко и кружевные труселя это пипец это она так молодиться слушайте молодиться думает вот я покажу у меня кружевные калю не бежит на кружевные короче ну что потрясла на этими трусами потрясла на футболками опять же показала еще что джинсы купила думаю ну пипец как можно джинсы мужику покупать без него я не знаю нет у меня такие моменты конечно же были но мы согласовывали это все по видеосвязи все у меня исключительно было по размерам и исключительно до по согласию но в основном всегда эта примерка это смотришь как сидят они смотришь чтобы нормальные были не короткие были и в поясе везде были хороши и вообще чтобы выглядел достойно мужчина это же твой мужчина они просто пошла барахла набрала и принесла хотя вы знаете со стороны алюми и это тоже хорошо знаете почему она же никогда не смотрит в чем он главное на себя на цеплять безвкусицы а какой он ходит все время в одной и той же футболке какой-то кофте до вечно растрепанный лохматый главное она на себя деньги тратит и смотрит но вкуса нет на башке волос нет и возраст ее хотя я скажу что возраст ни при чем просто у них разница большая а то что образ жизни который она ведет явно как раз таки отражается на ее лице потому что ну то что она жрет без конца но это видать ей бахает по здоровью конкретно раз она так ужасно просто ужасно выглядит но зато ребят калюню пари отдела в общем мои дорогие пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом я буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока